13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И напротив меня сегодня Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес.Информ». Азиз Альевич, добрый день. Всех приветствую. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы здесь уже, наверное, второй день подряд будем обсуждать итоги визита Владимира Владимировича Путина и команды в наш регион. Вот я тоже хочу с этого начать. Зачем он все-таки, по вашему мнению, приезжал? Я думаю, чтобы поддержать Васильева. Все. Больше других целей не было. Потому что позиции Васильева слабы в Кировской области. Он может попасть на второй тур, а второй тур может оказаться непредсказуемым. Все это понимают. И поэтому понадобилась самая тяжелая артиллерия, которая есть на территории России. Президент Российской Федерации. Ну, тогда Владимир Владимирович должен, наверное, еще в другие регионы ездить, где новые, недавно назначенные губернаторы избираются. Ну, так или иначе, они эту поддержку уже оказывают. Вот. А так, я могу, как житель Кировской области, сказать, что абсолютно ничего после приезда Путина для жителей Кировской области не изменится. Ну, хорошо. А цели-то своей этот приезд добился, по вашему мнению, или не совсем? Ну, как минимум продемонстрировано было, скажем, что... Ну, что вроде как... Ну, мы же все слышали Васильеву, было сказано, что, ну, так, в целом вы на правильном пути. То есть, это было сказано на телевидении, на публику. Правильно это или нет, это другой вопрос. Как бы, должен ли президент вообще этими делами заниматься во время практически уже предвыборной, так сказать, кампании? Формально вроде как еще нет предвыборной кампании. Вроде типа можно, но мы-то все уже понимаем, что уже билборды висят там и так далее. Это реально, что ситуация предвыборная у нас. И с моей точки зрения, тоже, как бы, незаконное посещение Кировской области в поддержку всей Евы. Разные эксперты, ну, соответственно, высказывают разные мнения. Кто-то говорит, что наоборот, по Владимиру Владимировичу было видно, что, ну, как бы с парохлацей относятся. На предмет, вот, поддержки, это скорее сигнал бизнес-элитам или это сигнал всем жителям Кировской области? Кому в большей степени? Значит, я скажу, как бы, таким образом, у меня достаточно широкие контакты с бизнес-элитой, в том числе в организованной, неорганизованной части. Бизнес-элит и сигналы Путина, как таковые, не нужны. Они уже сформировали свою точку зрения по кандидатуре, значит, губернатора. Я думаю, что это был сигнал жителям. То есть, в данном случае президент работал на просто жителей, показывая им и тем самым стимулируя их, как бы, голосовать за Василия. Потому что, если голосовала бы бизнес-элита, я уверен, что Василий в стреском бы проиграл. То есть, у бизнес-элиты какое-то альтернативное мнение сформировано, по-вашему мнению? Ну, я, как бы, вот те, та бизнес-элита, с которой я общаюсь, это достаточно широкие крупные бизнес-элиты. Знаю, что, грубо говоря, они не оценили способности Васильева управлять регионом. Нет, ну подождите. Насколько я понимаю ситуацию, бизнес-элите выгодно поддерживать того, кого поддерживает президент. То есть, ей бунтовать как-то против этого не выгодно. Не так. То есть, бизнес-элите невыгодно показывать, что они его не поддерживают. Но они этого и не делают. А не поддерживать того, кого поддерживает президент, сплошь и рядом. А почему они должны поддерживать человека, который не умел? Может быть, вот сейчас можно сказать, что он научился каким-то образом, ну, какого-то опыта набрался, потому что, ну, какие-то контакты появились уже более, там, конструктивные, скажем, с бизнесом, да? Но команда, которой он руководит, она все еще никакая. То есть, в данном случае у бизнес-элиты есть, как бы, своя точка зрения. Эти люди не способны управлять Кировской области. Команда подлежит радикальному изменению. А вот я вам скажу, почему бизнес-элита должна поддерживать. Скажите. А потому что все они встроены в вертикаль власти. Кто? Бизнес-элита, так или иначе. Частично это так. Но от того, что они встроены в бизнес-элиту, они не застрахованы, что завтра, значит, их бизнес либо не будет покошен, как бы, да, потому что систему защиты, как таковой, бизнеса, и от того, что ты у власти, значит, отсутствие системы защиты бизнеса никак тебя не спасает. Мы это видели на примерах на территории Кировской области. Мы видели массу людей, значит, из бизнеса, которые были встроены в систему власти, но в итоге вплоть до смерти, как бы, доходило тех или иных представителей бизнес-элиты. Ну, мы в России живем, и поэтому понимаем, что в принципе никто от этого не застрахован. Я сейчас рассуждаю без, ну да, вот без неких форс-мажоров в виде отъема бизнеса и так далее. Это обыденное дело, никакой отъем бизнеса для России, для Кировской области или там препятствия развития бизнеса там, да, она не является форс-мажором сейчас. Это каждодневная, обыденная жизнь. Каждый бизнесмен с этим сталкивается. Ну и что, по вашему мнению, они не поддерживают, но этого не показывают? Да. Потому, вот как раз потому, что они боятся это показать. Потому, что, ну зачем провоцировать и так, как бы, ситуацию, невыгодную для бизнеса в отношении себя? Хорошо, а предприятия, которыми они руководят? Что? Будет указка, как вы думаете, в день выборов, идти голосовать за того-то или за того-то? Не будет. В отношении вот этих выборов не будет. Я уверен, что на большинстве предприятий, скорее всего, будет ситуация такая. Ну, в общем, голосуйте, как велит ваша душа, так сказать. Сердцем пошли или проголосовали. Ну, хорошо. А если возвращаться к минувшему визиту президента и команды, с ним приезжало очень много высокопоставленных чиновников этой войны, и Кириенко. Почему такая большая команда приехала? Ну, всем же хочется, чтобы назначенец, как бы, президент, я не знаю, наверное, первый это будет или не первый случай, если вдруг Васильева не изберут на территории Кировской области. Первый случай в России, я имею в виду, когда назначенец президента вдруг не победит. В принципе, если это произойдет, то это будет удар по рейтингу президента. Ну, Азизович, вы серьезно? Абсолютно серьезно. Поддерживая таких слабых кандидатов, неумелых, то есть он, может быть, был умелым руководителем Роскадастра, Росреестра, но он пока очень неумелый руководитель региона. И поддерживая таких слабых руководителей, президент бьет по своему рейтингу. Я в этом уверен. Не может бесконечным быть, как бы, ресурс поддержки. То есть, ну, одного слабого, второго слабого, третьего слабого, и что? У нас богов на земле нет. Кроме Владимира Владимировича. Ну, я бы так не сказал. То есть, я бы не стал кощунствовать. Ладно, это была шутка, конечно же. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшой перерыв. Это особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». Буквально на минутку мы прервемся и вернемся в эфир. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». И обсуждаем мы итоги визита Владимира Владимировича Путина в Кировскую область. Вот, Азиз Алиевич, всегда у первых лиц принято что-то просить. И до этого приезжал Путин, и приезжал Медведев. Ну и были во время их приездах достигнуты какие-то договоренности о строительстве того или иного объекта. А в этот раз, вот с этой точки зрения, оцените итоги визита Путина. Прозвучали какие-то обещания, такие знаковые? Ну, нет. Общие какие-то там прозвучали, что дадим, дофинансируем, счет чего-то. Ну, каких-то знаковых обещаний. Да и откуда? Откуда в федеральном бюджете, дефицит федерального бюджета планировался 2,7 триллиона, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас вот примут 1,9, условно говоря. И при условии, когда мы ограничены в финансах, инвестициях, при условии, когда мы, собственно говоря, все еще в кризисе находимся, при условии, когда не созданы условия для развития современного технологичного бизнеса на территории страны. И источником доходов в государстве все-таки является бизнес, не службы, контролирующие, не службы, собирающие налоги, не службы, считающие, распределяющие доходы государства, а бизнес. И когда не созданы условия для коровы, чтобы она больше давала молока, откуда? Какие обещания сейчас могут быть, как бы, из федерального бюджета? Поэтому, я думаю, что, ну, какие-то могут быть, там, небольшие суммы добавлены к тому, что уже выделены области. Но, ну, ведь осталось 7 месяцев, ведь обещать не означает дать. Нет, если обещает президент, наверное, его обещания все-таки выполняют. Ну, что каких-то таких обещаний, там, особенных, что вот дадут какие-то, там, вот, конкретных, прям, обещаний, что дадут, там, ну, поддержат, там, типа, комфортную среду, сколько... Обещали продлить финансирование на 5 лет программы «Комфортная городская среда». А сколько этого финансирования будет, в каких объемах, реально ли повлияет это на среду, я не знаю. Ну, по-моему, об этом говорилось и раньше, что программа будет долгоиграющая, а не на один год. Хорошо. Многие журналисты заметили, что Путину в основном хвастались проектом поддержки местных инициатив, который, собственно, является наследством белых. Вот как вы оцениваете этот факт? Других успехов не было. Почему именно этим хвастались? Ну, смотрите, за год правления Васильева, у него нет успехов. И ему не нравилось, когда ему говорили, что вы не новые люди, так сказать, во власти, а вы... Вы не новая власть, а вы как раз просто новые люди поставлены. Есть вещи, преемником которых вы являетесь только потому, что вы, как бы, пришли на эту должность. После вас придет человек, который будет преемником в том числе тех действий, которые вы когда-то совершили. Васильев, как бы, он перенял, да, ему досталось. Но инициатива идет, слава богу, так или иначе. Другое дело, как я, например, отношусь, как бы, и относился к этой инициативе, да, это вопрос... К ППМИ? Ну, конечно, конечно, потому что я считаю, что если люди заплатили налоги, они больше ничего не должны государству, в том числе по благоустройству того места, где они живут. Или вы освободите людей от налогов и скажите, вот благоустраивать будете сами, пенсию платить будете сами, там, школу оплачивать будете сами, значит, здравоохранением будете заниматься там и оплачивать сами. Это один вариант. И другой вариант, когда, извините, уровень налогообложения достаточно высокий бизнеса и граждан для того, чтобы еще с них дополнительно что-то просить. Ну да, дают граждане, вот хотят они, не надеются на государство, да, дают, и это поддерживается, была такая программа. Ну и слава богу, но это инициатива Никиты. Инициатива хорошо идет на территорию области, люди, потому что хотят так или иначе в каких-то комфортных условиях жить. Ну, да. И готовы сами для этого что-то делать. Что-то готовы делать, ну, слава богу, да. А что еще показать? Что сделала команда Васильева за прошедший год? А лес? Что лес? Наведение элементарного порядка. Ну, не смешите меня, пожалуйста, значит, сначала мы давим тех, кто реально делает в лесу дела, а потом пытаемся на их фоне еще за счет их и на их фоне пиариться. Ну, не совсем как бы вообще корректно все это наведение элементарного порядка, когда в чьих-то определенных интересах, так сказать, это делается. Давайте не будем говорить, я пока не вижу успехов. Все успехи в лесной отрасли достигнуты за счет тех предпринимателей, которые в этой отрасли работают. И они до Васильева принимали решение так или иначе выходить из тени, я вас уверяю. И это была в том числе заслуга общественных организаций, заслуга тех, с кем они консультируются по ведению, так сказать, бизнеса, да. Поэтому и вот те, кто реально развивается, реально делают дела, они делали это сами, без Васильева. Была попытка команды Васильева, одним из самых лучших из них, так сказать, помешать. Но, слава Богу, она не очень удалась у них, вот эта попытка. И сейчас есть у нас классные реализованные проекты, пусть пока еще не до конца конфликта разрешены. Но есть еще и предприниматели, которые и без всякой поддержки прекрасно работают и прекрасно платят налоги в бюджеты во всех уровнях. Единственное, что они начинают задавать вопросы, пока может быть про себя и не слишком громко, но задают вопросы. Вопросы какие? А что мы платим столько налогов, и мы хотим понять, когда эти налоги будут направлены на позитивные изменения. Дорожный миллиард. Что дорожный миллиард? Сколько собирают с Кировской области дорожных денег? Не знаю. Гораздо больше, в разы больше. Почему миллиард? Нет, я имею в виду дорожный миллиард, который выделен в Кировской области на ремонт дорог. Что значит выделить? Мы оплатили этот миллиард. Мы оплатили больше, чем миллиард. Верните нам эти деньги. Мы их оплатили. Верните нам на территорию эти деньги. Но мы же понимаем, что у нас есть система распределения этих федеральных налогов по регионам. Так вот, об этом и идет речь. Что когда люди перечисляют деньги, они начинают уже задавать вопросы. Понимаете? Они говорят, мы перечисляем деньги? Перечисляем. Вы нам даете какие-то крохи? Еще говорите, а вот мы вам выделили дорожный миллиард. Еще плюс 100 миллионов. Ну, то есть вы это тоже не считаете успехом или заслугой новой команды? Подождите. Миллиард нам еще... Что такое миллиард сейчас? Миллиард еще... Я помню, Шаклеина выделялась в город по миллиарду. И что? Ну, больше, чем даже миллиард. Тогда выделили. А сейчас миллиард что? Какая заслуга? Дороги, это проблема даже не области. Дороги, это достояние страны. Дороги, это то, что соединяет, объединяет нас в единую страну. И содержание дорог вдруг стало заслугой, понимаете? Какая это заслуга? Это обязанность. Никто себе не может прописать это как заслугу. Дороги, это то, что обеспечивает не просто там жизнь, комфорт людей и так далее. И в том числе и развитие бизнеса. Дороги, это то, что обеспечивает единство всей страны. Неужели это непонятно? Вот вы сами выше сказали про вероятность второго тура. Да. Тут газета «Коммерсант» написала, что аппарат президента беспокоит наша кировская компания и рейтинги Игоря Васильева. При этом высокая явка чревата протестным голосованием в Кирове. Это я сейчас цитирую. А это грозит вылиться во второй тур, что сделает ситуацию непредсказуемой. А вообще вероятность второго тура насколько велика, по вашему мнению? Ну, не менее, чем... 50 на 50? Нет, я думаю, что процентов 70-80 есть вероятность того, что будет второй тур. Если люди придут. А они придут? Сложно ответить на этот вопрос, потому что здесь, помимо того, что с помощью муниципального фильтра устранены некоторые кандидатуры, и некоторые люди не пошли, и с помощью того, что не было обещано Москвой честных выборов, и без пристрастной поддержки, обеспечения поддержки всех кандидатов, много достойных кандидатов просто не пошли, не заявились. И, соответственно, это вызвало некое разочарование. У людей. У людей, да. Разочарование, оно всегда приводит к первой реакции. Ну, и пошли вы туда, куда обычно русский человек посылает, так сказать, людей. Поэтому есть такой вопрос. Ну, я бы хотел, чтобы максимально большее количество людей пришло на выбор. Я даже хотел бы призвать людей, так сказать, к этому. Ну, с другой стороны, я знаю очень большое количество людей, которые не находят среди этих четырёх кандидатов своего кандидата. А вот Валерий Туруа, который был у меня в особом мнении неделю назад, ну, сказал, что он, ну, условно, призывает своих сторонников бойкотировать выборы в том смысле... Не в том смысле, что не ходить на выборы, а в том смысле, что прийти на выборы и испортить бюллетень. То есть, показать свой протест. Да, есть такой способ. Как вы к этому относитесь? Нормально. Поддержу, потому что моё право голосовать против всех нарушено. Принятием закона нашими, так сказать, депутатами Государственной Думы. И нормально отношусь. Должна быть графа против всех, если я никого не принимаю, чтобы страна знала своих героев, что этих людей второй раз нельзя опускать. Раз вот проголосовали бы против них половина, против этих кандидатов, половина из избирателей. Отлично. Мы бы теперь знали, и президент бы знал, что этих людей выдвигать нельзя, народ против них. Понимаете? И были бы другие, более достойные. И тогда, может быть, аппарат президента более внимательно и добросовестно бы относился к своим обязанностям и выдвигал бы от имени президента другого назначенца. А вам не кажется, что администрация президента, в принципе, и так обо всём в курсе? Вы сами не один раз, как эксперт, общались с представителями агентства, да, наверное, полилог, которое отвечает за избирательную кампанию в Кировской области. Вам не кажется, что эти люди всё и так знают? Отвечу на вопрос. Одно дело знать, другое дело иметь некую угрозу того, что люди придут и проголосуют. То есть, ну и что, что мы говорим? Ну, например, вот сидит человек и думает, ну и что, что мы знаем? Всё равно люди придут и проголосуют там какое-то количество. Пусть 25% придёт и проголосует. Ну, они же проголосуют. Придёт и проголосует так, как надо. Да, потому что те, чьих кандидатов нет в этом списке, они не придут. То есть, это те, кто фактически против будут, выступали бы этих людей. А если бы была графа против всех, то здесь бы чесотка бы началась очень серьёзная. Понимаете? Потому что опасность была бы... И тогда бы более внимательно бы относились к кандидатурам и к движенцам, не только аппаратам президента, но и все партии. А второй тур между кем и кем вы видите? Ну, конечно, Мамаев. Мамаев? Конечно. А почему не Черкасов? Мамаев, потому что его позиции гораздо сильнее, чем у Черкасова. Черкасова как такового ведь в области нет. Его имя-то только появляется во время губернаторских выборов. Всё. Всё остальное время... Он депутат государственного, думаю, ему и так хорошо. Что ему делать на территории области? Ну, нет, подождите. Сергей Павлинович там тоже какое-то время работал в КОМИ. Ну и что? Сергея Павлиновича слышно. Он громко говорит о недостатках, громко говорит о проблемах. Называет виновных. Пусть как бы кто-то скажет, что не всегда правильно называет там и так далее, но он всегда на территории Кировской области, он присутствует, даже будучи депутатом Государственной Думы, он всегда присутствовал на территории Кировской области, присутствовал и сейчас присутствует. То есть это его заслуга. Ну хорошо, давайте на этом прервёмся на перерыв. Это особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». На рекламу уйдём и через пару минут вернёмся. Мы возвращаемся в студию, это особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». В первой части программы мы обсуждали итоги визита президента Владимира Владимировича Путина в Кировскую область. В прошлую субботу он к нам приезжал. Давайте ещё поговорим немного про выборы. Вот буквально накануне прошла прямая линия Игоря Васильева. Длилась она не очень долго, полчаса, на канале «Россия-24». Я хотела бы узнать ваше мнение. Ну, что сказать, прямая линия губернатора, и не только у нас, а в других регионах, это копирование, собственно говоря, поведения президента. Вот смысла во всех этих прямых линиях никакого нет. То есть тебе о проблемах в области там рассказывают, типа, а ты в ручном режиме, типа, управляешь этими проблемами. Вот взял рукой и снял как бы все проблемы. Вот такие вещи говорят о несистемном подходе управления регионом. Вот они вообще не нужны сами по себе, кроме как для пиара, именно для предвыборного или ещё какого-то пиара. Не нужны вообще. Нет, ну подождите, а открытость власти? Пожалуйста, он же объявил по своей открытости, он сказал, пишите мне на личку или куда там, вот на переписку о своих проблемах. Я буду читать, кстати, было сказано, буду читать каждую. Тогда это во мне вызвало как бы определенную там усмешку, что читатель, публикоподаватель будет читать каждое пиара. Ну смешно, лучше скажи, что мои там будут читать. Пожалуйста, пишите, и пусть они решаются, эти проблемы. Зачем эта прямая линия? Нужно, вот зачем? У тебя есть часы приёма, к тебе люди записывают. Если ты такой открытый, сделай так, чтобы записывали всех, кто хоть там обращается. И тогда не было бы вообще никаких людей, которые к тебе обращаются по телевидению, дозваниваются или ещё как-то. Есть способы, и они уже в принципе в бюрократической системе, они существуют, открытости. Если ты хочешь, ты можешь быть открытым. А если ты не хочешь, вот разница в чём, что, например, к Никите можно было, Никиту можно было ловить везде. И разговаривать на любую тему с ним везде. А с Васильевым это сложно сделать. А вы пытались? Ну, я пытался один раз подойти, но быстро человек сел в машину и уехал, увидев, что я подхожу. Но я думаю, что, в принципе, эта возможность вообще как таковая, неподусмотрена. Потому что разница огромная, открытость там. Ну, мы все сравниваем. При этом это было, кстати, присуще и Шаклеину. Он тоже мог на улице, его тоже могли бы поймать на улице, сдать им. Он тоже это делал и совершенно спокойно, уверенно. Понимаете, вот мы же с вами знаем уже много губернаторов, да? Там Даша Клеина, там ещё Сергеенкова, Досергеенкова, ещё Десятникова. Мы же, слава Богу, как бы перед нашими глазами прошли очень много уже лезть. И на сегодняшнее сравнение не в пользу Васильева. Поэтому, если вы меня спрашиваете ещё раз и спросите про вот эту прямую линию... Ну, видимо, про любую прямую линию. Ну, в данном случае и по содержанию оно как бы, ну, фактически нулевое. Так просто вот показать, что губернатором-то... То есть вот вбить людям в голову, что губернатором является Васильев. Хотя он временно исполняющий базу. Временно. Ну, выборы скоро. Выборы скоро. Про Никиту Юрьевича ещё хотела поговорить. Вот Басманный суд Москвы недавно изменил меру пресечения с содержанием подстражей на домашний арест экс-главе Удмуртии Александру Соловьёву, которого тоже обвиняют в получении взяток на общую сумму около 140 миллионов рублей. При этом Никиту Белых отставили под стражей, при том, что адвокаты очень громко говорят о том, что здоровье его ухудшается, и о том, что имели место нарушения при оформлении документов. Вот как Вы считаете, почему экс-главу Удмуртии отпустили под домашний арест, а Никиту Юрьевича до сих пор держат в СИЗО? Я не знаю, я только предполагать могу. Предположите. Я предполагаю, разница в том, что Соловьёв, говорят, что активно сотрудничает, и признаёт свою вину. А Никита – нет. То есть я думаю, что... И я, в принципе, сталкивался с ситуацией, когда предприниматели, не признающие свою вину, получали намного более строгое, незаслуженно более строгое наказание за те или иные, скажем, налоговые преступления, чем те, которые признавали свою вину. При том, что и те, и другие компенсировали нанесённый ущерб. Одни говорили, что я компенсирую, но я не виновен, а другой там... То есть я думаю, что эта попытка и, в принципе, карательная система, она всегда так действует. Ей недостаточно как бы наказать человека. Она хочет сломать волю человека. То есть внутренне сломать человека. Я думаю, что в данном случае, как бы мы ни относились там... Ну, вы знаете, что... У меня к Никите тоже были массы, так сказать, вопросов. Но в данном случае ситуация именно такая. Вот с моей точки зрения. Что человек не признаёт свою вину. И говорит, что нет, я этого не делал. Ну, извините, если у вас достаточно доказательств. Зачем вам его, так по большому счёту, его признание вины? Кроме того, что вы хотите его внутренне сломать. А как бы вы поступили на месте Никиты Юрьевича, хотя, наверное, не совсем корректно, да, сформулирован вопрос? Может быть, всё-таки стоит признать... Я бы не хотел быть на месте Никиты. Кто бы не хотел, конечно. Может быть, ему стоит признать свою вину, и тогда ситуация будет развиваться более благоприятно для него? Смотрите, это принципиальный вопрос. В точке зрения чисто прагматической, как бы так рассмотреть так, типа, ну, что тебе стоит? Ну, признайся и... И пойдёшь там, я не знаю, под домашний арест, или получишь условно. Вот, или получишь, может быть, там, меньшее наказание. Я не знаю, условно, не условно, но там меньшее наказание, там, да. И пойдёшь домой, не будешь болеть, там, и всё такое. Тут, смотрите, чаша весов такая. На одной стороне, как бы, физическое здоровье, а на другой стороне, как я предполагаю, но на другой стороне моральное. То есть, либо он сам себя уничтожит, если он не считает себя виновным, и признает свою вину, и сам себя уничтожит внутри. Ну, есть такие люди, которые не могут, будучи невиновным, как бы... Я не считаю, смотрите, его невиновным, да. То есть, у меня, пожалуйста, пусть в следствии есть доказательства, пусть доказывают. Потому что мы сталкивались с ситуацией, когда человека обвиняли совсем не в том, что он виновен в другом, но его обвиняли в третьем, только чтобы, там, каким-то образом, там, наказать. Да, история такие вещи помнит. Значит, там, глава мафии, там, Соединённых Штатов, там, его не за то посадили, что он, там, преступление совершал, а за то, что налоги не выплатили. Ну, посадили. И вот, ну, не может, как бы, Никита Юрьевич, может быть, он перед кем-то за что-то и виновен, но он не считает себя виновным, вот именно конкретно вот в этом деле. Понимаете? Вот, поэтому... Советовать здесь, смотрите, очень сложно, потому что мы не предполагаем и не знаем, как отзовётся каждое его действие дальше в его жизни, в его жизни, не в нашей с вами жизни. В нашей с вами жизни был Никита, как губернатор, прошёл теперь другой губернатор, и вроде как сильно-то ничего не изменилось. Понимаете? А в его жизни, его поступки, они будут отражаться, в жизни его, в жизни его детей, внуков, там, и так далее, и так далее. То есть я... Поэтому тут советовать очень сложно. Решение он должен принять сам. Если он до сих пор не принял решение, что ему прагматически лучше вот таким образом пойти, значит, на то у него есть достаточно веские основания. Вы знаете, мы в этой же студии с Валерием Туруло разговаривали про закредитованность региона. Да. 27 миллиардов рублей – это кредиты, 17 миллиардов из них – коммерческие. Насколько вообще это плохо, по Вашему мнению? Закредитованность – это плохо, потому что эти кредиты не работают на развитие. То есть они в основном там были получены на выполнение социальных обязательств. То есть что делает человек, когда берёт займ? По какой причине он берёт? Из безысходности у него нет денег. А сегодня вот кровь из носа надо покормить детей, и так далее. Или там вылечить детей, да, вот таких людей, я тоже знаю, которые потом попадают в кредит. Или берёт кредит предприниматель. Он знает, зачем он его берёт. Он берёт там, сейчас построит, так сказать, заводик, генерирующий там… На развитие. Деньги, да. И потом легко этот кредит там возвращает и отдаёт. Проблема в том, что эти деньги, полученные областью, они взяты не на развитие. То есть беря их, область не знала и не предполагала, как их возвращать. Понимаете, да? То есть не на, скажем, создание таких условий, в которых там предприниматели стали бы больше платить в областной бюджет, чтобы потом из этого бюджета возместить там. Вот таких вот многоходовок и далеко смотрящих идей, к сожалению, у сегодняшней команды Васильева нет. Вот. Поэтому с этой точки зрения плохо. Впереди 2018 год грядут выборы президента, может быть. Просто простят все кредиты. А, то есть из федерального бюджета отдадут. Ну, я вам уже сказал, что в федеральном бюджете и так предусмотрен дефицит достаточно большой. Ну, не знаю. Не знаю. Там существует много разных способов. Как бы можно увеличить дефицит, можно напечатать денег, можно, не знаю. То есть чисто таких как бы технических там вариантов очень много. Ну, а может быть, все-таки федеральная, так сказать, власть поумнее поступит. Все-таки займется развитием, наконец-то. Страны таким образом, чтобы у страны было больше денег на оплату своего проживания. Буквально две минуты у нас с вами осталось. Я хотела вернуться к возможному, возможной отмене льготы по налогу на движение имущества для юридических лиц. Мы эту тему с вами обсуждали в студии буквально неделю назад. Есть какое-то движение по этому поводу? Была ли у вас встреча с депутатами ОЗС, например? Нет, у них же каникулы. Да и я не знаю, соберутся ли они до, так сказать, до выборов у них. Когда заканчиваются, так сказать, каникулы? Не знаю, соберутся ли они до выборов. Я думаю, что до сентября у нас, мне кажется, шансов нету встретиться. Но в сентябре вы планируете вернуться к этому разговору? Ну, письмо они получили, Бакин сказал, что письмо получили от ВТП, что вроде они собираются создавать комиссию, рабочую группу по выработке, так сказать, окончательного решения. И обещал, что встретится. Но сказать, что я полон надежд, учитывая уже высказанных позиций, что законодатель собрания в данном случае будет действовать в интересах местного бизнеса, так или иначе, я, к сожалению, боюсь этого. Сказать, потому что решения-то принимают они. А я-то только аргументирую и убеждаю их в том, что нужно принять решение правильное в интересах бизнеса. Ну, в любом случае, высказывать свою позицию надо, и мы это делаем здесь достаточно часто, в том числе в этой студии. Спасибо вам за ваше особое мнение. Спасибо всем. До свидания. Это был Азиз Агаев, руководитель аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Эфир для вас вела Юрия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.